Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и как все вы знаете, с началом такой вечеринки необычной в нашем ангаре появилось три новых тачки, а именно FV1066, видео про которое я уже снял, ну и соответственно можете посмотреть абсолютно честный обзор по ссылочке, которую добавлю в описании. На очереди у нас ST-62 вариант 2. Мне машина понравилась, знаете, так, 50-50. Есть безусловно какие-то интересные моменты в ней, но так чтобы она прям супер какое-то впечатление произвела, то я бы так не сказал. Что касается технических характеристик, как обычно заценим характеристики по орудию, остальное будем смотреть в бою, плюс заценим обязательно броню по данной тачке, ну и соответственно сравним с другими машинами. Что касается орудия, в целом все довольно неплохо. Если установить правильно оборудование, то имеем время сведения 3,5 секунды, разброс 0,330. При условии, что вы поставите себе досылатель, будет время перезарядки в 7,25, ну и соответственно учитывая количество урона, которое вы набрасываете, это 280 единиц, что я не считаю прям крутым показателем, то вы имеете 2317 единиц ДПМа. Ну, прямо скажем, далеко не фонтановые показатели, но как и есть. Средняя бронепробиваемость тоже, я бы сказал, подкачивает. На восьмом уровне иметь 185 мм пробития, это такое себе. Что касается того, чтобы его улучшить, можете поставить калиброванные снаряды, но только, ребят, вы сами себе выкопаете яму в отношении вашего ДПМа. Время перезарядки будет 7,8 секунды, ну и соответственно падающий ДПМ. Я лично решил играть не на повышенном пробитии, а на возможности быстрее стрелять, ну не знаю, мне так понравилось больше. Я вообще в целом считаю, что нет понятия правильное и неправильно установленное оборудование. Я считаю, что есть понятие комфортно и дискомфортно. Для меня было правильным установить так и могу обосновать в отношении оборудования, что ставлю на улучшение сведения, потому что, как вы видите, в двух слотах на улучшение сведения оборудование стоит и при этом все время сведения 3,5 секунды. Короче говоря, вы можете представить себе, если поставите оборудование по-другому. Что касается крайне, крайне невкусного в этой машине, так это, ребят, вниз. Угол склонения составляет орудие минус 6 и это при том, что машина вообще не обладает каким-то уровнем бронирования. По броне здесь хвастаться не то, что нечем. Это средний танк и я не могу говорить о том, что прям совсем забронированным должен быть, но хоть что-то-то можно было забронировать чисто ради интереса. Что касается вот этого вот великолепного цельного на пол корпуса верхнего бронелиста, который состоит из всякого рода треугольничков. Здесь, ребят, вот тут, да, вопросов нет, классная приведенка, но вот здесь вот 214. Что касается низа, здесь вроде бы как-то там что-то зализано и так далее, но оно вообще не забронировано. Если бы хотя бы вот эти вот 100 миллиметров прямой проекции брони перекочевали вот сюда, ну еще было бы хоть как-то понятно. Что касается башни, здесь даже на самых краях башни, если посмотреть, 190, 200, 243, там уже дальше за край уходя. Ну и что касается самого прямого, да, вот этого вот участка башни, который максимально находится напротив соперников, то здесь 187, 190, короче говоря, бьют его, ребят, просто мама не гори. Прямо если налетели, то отмахаться будет очень сложно. Опять-таки, особенно если вы где-то на неровностях, потому что орудие вниз нормально вы опустить не сможете. Можно попытаться где-то что-то как-то там попридумывать, отыграть от задницы как-то, я не знаю, вот так вот. Но оно как-то так и получается, что ты от задницы отыгрываешь, и от задницы у тебя все, в принципе, и получается. Что касается сравнения с другими машинами на уровне. Есть довольно неплохие показатели, но они у многих машин такие, а есть и круче. Тот же самый ДПМ, как я сказал, далеко не фонтановый показатель. Есть огромное количество машин на восьмом уровне среди средних танков, которые имеют существенно выше показатель по ДПМ. Вроде бы и пробитие не хуже, да, чем у многих, но все-таки лежащее на уровне Плинтуса, потому что все остальные тачки имеют уровень пробития существенно выше. Альфа, опять-таки, тоже пасет задних. Так в чем же действительно машина хороша? Она плюс-минус хороша в отношении подвижности, ну и, в принципе, на этом список мы заканчиваем. Больше каких-то там крутых позитивов у данной тачки я лично не увидел. Да, что-то интересное в геймплее есть, но только, опять-таки, играешь ты на нем как на легком танке, пытаясь постоянно где-то спрятаться, находиться вдалеке от своих соперников, танковать особо ничего не можешь. Короче говоря, такой себе абсолютно командозависимый товарищ в бою. Ну что, поехали, попытаемся покататься и попытаемся его абсолютно честно заценить. Ну что, поехали. Вот вам подвижность. Ну, скажите, что плохо едет. Напишите это в комментариях, пожалуйста, потому что я это комментировать с трудом могу. Я понимаю, что я не должен передвигаться по карте как легкий танк, но все-таки, с учетом того, что моя живучесть, она является скудной, мне бы хотелось, чтобы у меня была возможность хотя бы куда-то нормально отвалить. Да, я еду как тот же самый Магнейт, но все-таки Магнейт на своем седьмом уровне чувствует себя со своей броней куда комфортнее и веселее, нежели я на своем восьмом уровне со своей броней. Это то, чего мне не хватает. И вот каждый раз, когда я играю на этой машине, мне постоянно не хватает именно бронирования тачки. Все остальное я готов ей простить. Рандомный рикошет. Поверьте мне, такое с вами случаться будет не так уж и часто. Да, мы не кисло откатываемся назад, особенно если спускаемся где-то с горки. Но, в принципе, на этом все. Вот сейчас я выехал еще раз, рандомного рикошета не произошло. Здесь несутся на меня на всех парах. Ну и, соответственно, давайте его немножко преуспокоим, немножечко остутим его пыл. Ну и теперь отправим его в ангар. Что касается скорострельности, в целом довольно неплохо, особенно если вы играете где-то на дальних расстояниях, то этой скорострельности более чем достаточно. Ну а вот что касается бронепробития, то бабка надвое гадала, не всегда пробиваешь и далеко не всех. Ну и, в принципе, все. Скорее всего, сейчас буду отправляться в ангар, попытаюсь решить это дело адреналином, но, к сожалению, не успеваю. Вот такой вот бой и вот такие вот результаты. Как видите, верхний бронелист прошивается прям на ура, причем многими под разными углами. То есть сказать, что здесь реально есть возможность где-то что-то как-то танкануть, ну, может быть и есть, но не более чем абсолютно случайно. По-другому как-то не получается на нем играть. Как бы я ни пытался, танковать не выходит, ну, ни в какую. Досматриваем бой, я больше чем уверен, что здесь у нас будет победа. Посмотрим на нашу результативность в бою, хотя я не думаю, что она прям будет какой-то блещущей и прям умопомрачительной. Но, по крайней мере, что получилось, то получилось. И как вышло, так я и показываю. Ничего не вырезаю, ну и не собираюсь никому ничего в глаза заливать. Вот такой бой у меня выходит, такой, ребят, вы и видите. Что касается в целом результативности машины от боя к бою. У меня машина была плюс-минус с одинаковыми результатами. Далеко не крутыми, в основном танцевал в районе 2000 урона. На большее меня лично не хватало. Я не киберспортсмен, я не супер игрок, я не мега танкист. Я хоть и давно играю в танки, уже 9 лет, но все как-то не ставил перед собой цель научиться круто играть в танки. Я реализовываюсь в реальной жизни, а танки для меня больше как хобби, больше как отдых, чего, как говорится, и вам желаю. В пределах нашей команды я нахожусь на третьем месте в команде по урону. И стоит отметить, что, в принципе, СТ-62, он позволяет вам находиться постоянно в тройке лидеров по количеству урона, который вы наносите. Но я не могу в то же время сказать, что у вас не будет боев, в которых вы будете выходить там с какими-то 900 единицами урона, ну и, соответственно, будете с расстроенными чувствами. Ну что, берем машину, давайте еще раз зайдем в бой. Продолжая разговор по теме СТ-62, я, постоянно играя на нем, ловлю себя на двух мыслях, которые не дают мне покоя. Первое. Куда мне поехать? Потому что опустить орудие вниз я не имею возможности. Это первое. И второе. Как не отхватить в дыню? Ну и, в принципе, как правило, два вот этих вот момента, они между собой постоянно повязаны. Я сейчас приехал на горку, на многих других СТ, я бы вполне спокойно орудие вниз опустил, выстрелил бы товарища, да, и что-то там полезное сделал. На этой машине нифига не получается. Вот серьезно. Зачем разработчики наделили данный танк таким скудным углом склонения орудия вниз, я не совсем понимаю. Я понимаю, если бы они наделили его, не знаю, каким-то альфовым орудием. И при этом урезали бы его в отношении живучести, урезали бы его в отношении вот возможности склонять орудие вниз. Ну, это было бы для меня объяснимо. Ну, а когда я за выстрел накидываю урон, который накидывают большинство машин в игре и не преобладаю над ними в этом показателе, при этом всем я еще и должен постоянно прятаться, будучи средним танком, ну, это как-то, не знаю, уныло что ли. Многие найдут в СТ-62 что-то прикольное для себя лично, и многие будут кайфовать и получать удовольствие на данной машине. Ну, просто потому что я лично считаю, что в нашей игре очень мало прям совсем плохих танков. Есть просто танки, которые нам подходят и которые нам не подходят. Геймплей, который нам заходит или не заходит, ну и так далее. Данная машина однозначно на любителя. И, как я уже сказал, для кого-то данная машина будет действительно очень интересной. Что мне понравилось в этой машине? Крайне круто в отношении все обстоит в отношении поворота башни. Башня поворачивается, ну, прям совсем бодрячком. Вот только ты где-то как-то чуть-чуть орудия повернул, все, у тебя пушка уже ушла в направлении, куда ты целишься. Что еще классно? Классно то, что он очень быстро сводится. И, несмотря на то, что цифра, в принципе, довольно-таки велика, да, когда смотрите в ТТХ по орудию, стоя в ангаре, то в бою, ну, прям не ощущается этой цифры. Здесь действительно быстрое, бодрое, хорошее время по сведению. Что касается точности, то на средних расстояниях, на дальних расстояниях абсолютно спокойно отыгрывается. Действительно классно, действительно комфортно. Такс. Сейчас меня раздавят, короче говоря, и мне будет больно и неприятно. Промахнулся я в Калибана, Калибану я вообще на один зуб, что касается Ягдпанзера, он... Не знаю, почему он, в принципе, на меня не выезжает, и чего он ждет, в чем прикол. Он уже 40 раз мог на меня выехать и, в принципе, отправить меня отдыхать. Но решил, видать, оставить меня Калибану, чтобы тот меня дожрал. Ну и в целом, ребят, вот такой вот бой ждет вас практически постоянно. Как только вы где-то попадаете в какой-то замес, вас разносят абсолютно спокойно. И практически не выцеливая. Ну что, бой закончился. Закончился, к сожалению, поражением в данном случае. Сейчас посмотрим с вами на результаты по настрелу. Ну и будем кратенько подбивать итоги. Что касается моей результативности в данном бою, то по сравнению с предыдущим, возможно, в чем-то было лучше, в чем-то было хуже. Но опять-таки, возвращаясь к старым двум мозолям, которые постоянно болят на моих пятках, играя на данной машине. Мозоль первый, я не знаю, куда мне поехать, потому что я не знаю, как я буду там прицеливаться. Мозоль номер два, как мне не отхватить, ну а, соответственно, выдерживать расстояние между собой и моими соперниками. Что касается нашей результативности в отношении нанесенного урона в разрезе нашей команды. Но, как вы видите, опять-таки, танцуем ближе к двум тысячам, но все равно не дотягиваем. Ну и дотянуть, честно говоря, до тех же самых двух с половиной, двух восемьсот, ну прям в край сложно, по крайней мере мне. Я не знаю, может кто-то из вас, поиграв на данной машине, напишет другой, противоположный комментарий, комментариям моим, и скажет, что нет, чувак, машина классная, машина интересная, но только давайте мы с вами сразу договоримся, что когда вы будете писать комментарии в отношении того, что данная машина, ну прям на 100% имба, то вы, пожалуйста, сразу оставляйте свой игровой никнейм на Евросервере, чтобы мы могли все убедиться в том, что эта машина у вас есть, и вы высказываете свое личное мнение, поиграв на данной тачке, а не ссылаетесь на каких-то ютюберов, которые имеют 72% побед и могут даже палкой кого-нибудь без патронов в бою забить до полусмерти. Я побежал снимать следующее видео про КПЗМ-ПР68Б, ну а вы, если за честность автора на его канале, то прямо сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик. Побежал снимать специальное видео для вас, вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.